Всем привет мальчики и девочки, это последний ролик из вот этой вот всей плеяды, там я не знаю, трио, триады и всего вот этого прочего поблокраша, где я обозреваю одну картинку, три видеоролика для того, чтобы, так знаете, максимально все структурировать, максимально вот без какой-то лишней вот этой вот всей воды, которая обычно бывает без всего вот этого вот лишнего. Я разбираю одну картинку на протяжении трех видеороликов, если вам весь этот эксперимент понравился, то, разумеется, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делайте все прочие вещи, также вот со всем моим вот этим вот каналом и прочие вещи, также, ну, я буду ждать, все вот это делайте. До этого мы обсудили парня в рубашке с футболкой, левую машину с двумя основными цветами и сейчас у нас вот эта вот правая машина, Bugatti, Bentley, там, не знаю, еще какие-то вот эти вот все прочие машины, я в них особо сильно не разберусь, хотя в посту, в посте и в пастухах, во всех вот этих вот прочих вещах написано, что это две новые модельки автомобильной марки Bugatti, поэтому, разумеется, да, это Bugatti, Veyron, я все это угадал, я все это сделал. И давайте будем обозревать вот эту вот правую машину. И она, типа, выглядит, ну, как, знаете, как типичная машина из какого-нибудь GTA Sampa, только с каким-то фиговеньким ENB, как лично, мне кажется, вот эти вот, знаете, отражения неровные, вот эти вот все тени, вот эти вот все прочие вещи, мне кажется, что это немного, типа, ну, не то, что нужно людям, скажем прямо. И поэтому я думаю, что вот оно как-то, ну, оно вот сюда, вот, знаете ли, не клеится, оно вот сюда прямо, знаете, не идет, и я прям, ну, я не знаю, что со всем этим мне сделать, и что вообще, как вы, что, для чего, откуда, зачем, почему, как, откуда и почему. Вот, то есть, у меня вот такие вот только вопросы, однако, колеса, мы можем видеть, что колеса, они, по всей видимости, как и у той машины, все есть, все четыре, до этого, знаете ли, было такое, что показывают модельку, и там непонятно, вот, то есть, будут ли у нее колеса, или у нее колес не будет. То есть, показывают чисто, там, одно колесо, а спереди его, допустим, нет, или наоборот, там, спереди оно есть, а сзади колеса нет, и ты сидишь, гадаешь, думаешь, а вот если задонатить нам, вот, всю эту машину, то она тебе придет, как бы, с колесами или без колес, это все-таки, знаете ли, публичная оферта, и нарушать ее в этом плане, я думаю, что не особо прикольно и не особо круто. В остальном, типа, вот, если рассматривать машину, прямо, знаете ли, так детально, то капот, ну, выглядит отлично, фары, мне вот такие, знаете ли, фары в машинах нравятся, мне в целом, я ненавижу машины, мне они в целом все не нравятся, но если уж выбирать, то вот такие вот фары, они такие, знаете ли, минималистичные, как будто бы машина, вот, знаете, так, чуть-чуть подмигивает, когда смотрит на тебя, ну, или, возможно, как, вот, знаете, как девочка, которая смотрит на тебя влюбленными глазами, это примерно вот то же самое, что вот только можно придумать, и, может быть, еще что-то из всего этого. Потом вот эта вот решетка внизу, я не знаю, как называется, радиаторная или какая-то еще вот эта вот вся решетка, то есть она также вот тут внизу есть, вы на нее можете посмотреть, и она тоже выглядит, так знаете, неплохо, насколько я знаю, у каких-нибудь там машин Илона Маска, Тесл и всего вот этого прочего, то есть там вот этих вот всех решеток внизу нет, могу ошибаться опять-таки, но все-таки вот это вот все есть. И в целом, если ставить какую-то оценку по всей этой машине, то мне все понравилось, машина отличная, машина крутая, машина классная, но 3 из 10 немного не дожали, немного там вот это вот все не сделали и так далее, как говорил, разумеется, великий Владислав Павлов, поэтому я думаю, что вы меня все понимаете, я думаю, что вы все одобриваете или, я не знаю, делаете одобрение на все вот эти вот видеоролики, когда я один скриншот рассматриваю, три видеоролика, я надеюсь, что вам все это нравится, я надеюсь, что вам все это по душе, Я надеюсь, что все это в той или иной степени вам нравится, потому что для кого бы я еще выпускал все вот эти вот видеоролики каждый день в 20.00? Разумеется, я думаю, что не для кого, и вы должны все это понимать, что все это, разумеется, я всегда делаю только для вас. Поэтому, друзья, враги и все прочие люди, подписывайтесь на канал, подписывайтесь от канала, это не важно, но самое главное, заходите на BlackRush, потому что ссылка на скачивание лаунчера, она всегда находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, познакомливайтесь, а там же в описании есть мой никнейм Данила КПРФ и мой промокод хэштег ЗДС. То есть много всего, много всяких вещей там есть, много всяких вот этих вот прочих проблем и чего-то еще там также есть. Нет проблем на BlackRush никаких не будет, просто заходите на BlackRush и никаких проблем у вас больше в жизни не будет. Поэтому заходите, узнавайте и рассказывайте вашим друзьям. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok